Всем привет! Это первая часть из серии Let's Code Megamaze Stream. Обзор первой и второй части вы уже, надеюсь, должны были посмотреть, потому что я сейчас не буду показывать, что за игру мы, собственно, будем делать. Сразу приступлю к разработке. На этом, в первом уроке, я надеюсь сделать базовое поле и анимации. Точнее, анимация передвижения игрока. Ну что ж такое? Так, здесь создадим новый проект Megamaze. Я постараюсь записать вообще всё, относящийся к разработке игры, то есть весь дневник. И я не буду делать это в виде уроков. То есть это будет логичный Let's Play и Let's Code. Так, я буду использовать несколько плагинов, например, Unity vs. это плагин, позволяющий дебажить Visual Studio. Я конкретно использую Studio 2013. И, кроме того, для создания карты и прочего, я буду использовать 2D Toolkit. Несмотря на то, что в 4.3 версии Unity появились нормальные 2D средства, в 2D Toolkit есть некоторые дополнительные фичи, типа удобные атласы и главное, что понадобится, это Tile Map, то есть карта тайлов, чтобы не реализовывать её самому и чтобы там не использовать что-то ещё. Вот здесь всё есть сразу, и 2D и тайлы. Так, он пока импортируется. Возьмём ещё из Megamaze 2. Megamaze 3 поначалу будет состоять из графики Megamaze 2. То есть мы всё перенесём, а потом, то есть перенесём всю функциональность Megamaze 2, а потом уже будем на основе этого делать новую функциональность. Так. Ну-ка, спрайты создаём. Так, увидим, всё это качает, качает. Создали. Так. 10 пока всё не поэтирует. Спрайты все в формате BMP, но, я думаю, в будущем у меня проблем будет их переделать под PNG и сделать всё прозрачно. Так, это мы всё создали. Дадим сразу папочку Scripts. Ну и погнали. Нам надо сделать 2D камеру из 2D Tools. Камера. Нам надо сделать 1D Atlas. Так. Создадим его... Подадим под него папку Prefabs. Prefabs, да. ... 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 Создаем все. Создали. Запихнем наши тайлы. Ну вот прям... ...что там... Так... Без коллайдера... Apply, commit... commit так мы создаем первый атлас, потом эти спрайты можно будет использовать в спрайтах 2d title kit так и создаем сразу нашу tilemap gameobject, 3d, tkd tilemap, вот она создалась, используем коллекцию tiles collection и новые tilemap data так вот наш tilemap сделаем поменьшую для начала 2020 и слои сразу сделаем, у нас будет в начале три слоя background для травки тем objects ну собственно для артефактов оружие и monsters для монстров и игрока и сделаем у них сортировку, чтобы они друг на друге ну не пересекалось это сохраним так ну и нарисуем сначала травку на слой background окей commit выровняем все это дело, чтобы мы видели так edit нарисуем наш первый объект опускай будет артефакт commit так, теперь надо дорисовать нашего персонажа записываться нет неопытный пока персонажи для этого нам надо пополнить коллекцию tile нашим персонажам персонаж у нас вот он create spritesheet players setup 32 пиксель на 32 спritesheet спritesheet как круто player надо найти его развернуто к нам чтобы переименуем player и у нас он будет с коллайдером потому что это player commit так ага точно точно все нормально проверим да все получилось ага и так добавим нашего персонажа monsters персонаж персонаж вот он появился как видим у нас все нормально то есть артефакты на земле у нас ничего не загораживает все путем а начнем теперь собственно делать перемещение игрока вправо влево для этого создадим prefab нашего игрока спрайт ммм реимпорт ммм так player коллекции спрайтов tiles collection спрайт player box коллайдер есть добавим у него player control скрипт create an end вкинем в папку скрипт и и player player кстати я не назвал player controller потому что player controller уже есть такой в юнте так вот мы создали prefab теперь свяжем его в нашем устройстве tile map просто перенесем связь commit тут должно быть monsters chunk вот player 1 да ну и изменим его скрипт поведение а да мы не сделали правда не связали unity vs ну ладно потом сейчас нам все равно дебажить не надо хм-хм-хм ну давайте базовое поведение if input .get key down пустим up then move up then move и напишу эту функцию move up в артитимане что с маленькой буквы up не работает иначе перемещение вверх ну сначала надо знать текущую позицию игрока от текущего tile скай x y и возьмем а да сначала надо связать tile map tk2d tile map mtile map равно find object tk2d я не использую публичные это свойства и перетаскивание потому что зачем делать публичные если можно сделать приватным и не перевязывать каждый раз заново у нас карта будет одна поэтому так достаточно итак теперь мы должны так get tile add position да найти ага нашу позицию form.position tile out x out y так мы получим нашу позицию и теперь надо переместиться вверх да form.position равно mtile map точка ага ага get тогда это так position вот get tile position да x y плюс 1 так что мы вверх ну посмотрим как это будет работать у нас так вот у нас все вроде запущено ага и вот он вверх как то странно и потом перестает это связано с тем что у нас вот position находит в самом уголке тайла то есть это показывает уголок тайла надо центр чтобы все было путем поэтому это transform точка position точка translate еще давайте точка translate переместим его на половину размера тайла mtilemap .data .size .x delete на 2 затем по y точно так же но по оси z перемещать не будем хотя тут надо будет еще координату z узнать ну-ка посмотрим чтобы он оказался нужным слоем ну теперь у нас он перемещается нормально так хорошо аналогично для верха точнее низа лево и право так 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 а здесь давайте вот так вот сделаем 0,1 укажем куда перемещаться минус 1 left это минус 1 это 1 и тут будет у нас входные параметры x step int y step плюс x step плюс y step и переименуем нашу функцию ctrl r плюс r move ok посмотрим что выходит так у вас 15 минут все неплохо вправо влево вниз вверх все отлично мы перемещаемся нам надо только перемещаться не так как сейчас а плавно для плавности мы можем запустить это перемещение в виде коротины и enumerator допустим move smooth вектор 3 start и вектор 3 end то есть изначально в конец перемещение и елд это так что мы подчеркиваем все вроде путем мы будем вызывать картину перемещения так 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 допустим она будет там перемещаться steps 10 за 10 шагов анимаций то есть 10 анимаций for равно step равно . step меньше num steps плюс step будем new wait for seconds допустим время анимации сделаем const flow at anim time 0.3 f то есть треть секунды anim time делить num steps и и и а а ладно да да вообще-то не vector start а transform position можно вот так вот сделать нет так не то 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 вектор старт так как мы будем вызывать давайте пока я тут я струняюсь как мы будем вызывать мы будем вызывать старт ротин move smooth transform .position взбитая end position а вектор 3 end position у нас а равно так вот у нас равно Ну-ка, у нас есть translate? Нету Нет Точка x Все равно Здесь у нас два равно лишних Здесь у нас ничего, не ругаемся, не ругаемся, отлично Y Y And position Угу Вот надо же как-то нас перемещать Так Давайте А, у нас уже внутри его используется Поэтому мы просто будем что-то transform position перемещать transform.position translate Точнее translate translate end минус start делить на num steps Вроде нормально посмотрим посмотрим что получится и нет ли ошибок вообще Это warning на линии ой, на окончании линии то мы берем так запустили он плавно помещается но как видим он может может запускать две короте одновременно если нажимать клавиши быстро например хе-хе забавный эффект нам он не нравится поэтому мы будем точнее точнее нам не то что не нравится он не подходит потому что у нас анимация не должна прерываться поэтому мы сделаем приватную переменную указывающую движцу или игрок или нет и будем проверять измувен то все путем а если нет то move m измувен true и в конце анимации м измувен равно вроде неплохо да я предпочитаю действовать первым попавшимся путем если он простой кажется простым и быстрым возможно здесь можно как-то спроектировать по другому да вот теперь мы движемся так как надо у нас все устраивает добавим анимации для того чтобы делать анимацию нам надо их сначала создать чем хорошая пачка до дату луки то тут анимацию создавать очень легко анимацию допустим что-то тайл анимейшн не давайте лучше отдельно плеер анимейтинс плеер анимейшнс открываем идитор даже вот так вот сделаем и создадим первый клип пускай это будет движение вверх так up 1 клип там точка 3 секунды например и добавим сюда наши спрайты вначале у нас ухё так делаем что такое где у нас кнопочка ага вот она вот у нас анимации вверх да он движется вверх первый спрайт такой второй спрайт такой так да once clip time опять же 0.3 3 move up 1 что сохраним теперь надо взять вторую клип the move up 2 once опять же первый клип вот этот второй вот это то есть он смотрит вправо а тут смотрит влево мы будем чередовать эти клипы внутри все сохранили move up up 2 теперь сразу давайте так можно нет ctrl d не работает это влево 2 2 вправо 2 вниз down 1 down 2 move left 1 move left 2 и move right 1 right 2 move down ну раз он первый давайте с него начнем move down вниз он у нас идет смотря на нас да так так это вверх это влево это вправо так а где вниз то да а вот вот наверно так допустим так это раз 0.3 once commit commit у угу назвал down 2 опять же находим так так 0.3 1 once 3 once сохраняем теперь left left так плюс так 0.3 once once left так и left так 0.3 once mid так left не создали осталось left погодите у нас right правильный это у нас был left давайте переименуем тогда left 1 я могу перегрузить слева права right так right 1 2 1 once здесь удалим подчеркивание лишнее commit не забывайте что все слетит так мы создали теперь подключим к плееру здесь аниматор надо использовать аниматор да и у нас тут плеер анимейшн плеер саматик или его делать не будем ага сохраним сцену для начала чтобы все это не забыть опускаем будет main юнити сцена лежать здесь это что это такое интересное ну да ладно сохраним проект можно можно даже создать репозиторий но уже хотя репозиторий надо тоже создать так здесь нельзя да source control и здесь мы будем делать анимацию на answer move up k2d animatedSprite animator getComponent k2d animatedSprite все и правильно у нас там естественно animatedSprite не, spriteAnimator не то tk2d spriteAnimator правильно? все правильно аниматор play move up 1 ну-ка допустим надо создать еще тип анимаций первую играть или вторую move up move up anim 1 аниматор 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 c1 lc n2 m move 0 move 1 теперь именуем 0 1 так посмотрим что у нас выйдет купельца так, ну это нормально, там не использованы переменные посмотрим что будет посмотрим что будет о она у нас работает ну точнее ну у нас должно это происходить автоматически ну ка если зажать клавишу вверх еще будет так знаете просто потому что git key то есть ну можно зажать клавишу чтобы действовать так вот он бегает вот он бегает угу лично у нас тут аним тайм совпадает с тем ну давайте сделаем чтобы это совпадало точно аниматор дочка клип current clip точка фпс умножить на аниматор current clip точка фпс фреймс что мы подчеркиваем флот а фреймс точка лэнгст угу допустим у нас 5 клипов в секунду так 1.0f делись на 1.0f делись на скобки то есть время 1.0f умножить на и сделаем аналогично move down немного хардкод зато все понятно и всего лишь один файл управления поэтому что страшно если будет там так много строчек move в встанем 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 5 2.0f нэс он не встанем с мэс Вроде неплохо Так, давайте Все, надеюсь, что будет все нормально И первое видео подойдет к концу Мы сделаем базовое передвижение и анимация Все, готово, отлично В следующем уроке мы это О, мы можем двигаться по антигонали Ха-ха, неплохо На этом урок закончен